Тренажер 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 В свою очередь это снижает вероятность появления боли в спине и в пояснице Давайте подготовим тренажер к работе Мы помним, что на тренажере две независимые точки установки дисков Поэтому если вам нужна равномерная нагрузка, убедитесь, что вес на сторонах одинаков Затем отрегулируйте высоту сидения таким образом, чтобы высота рукояти в начальном положении была немного ниже уровня ключиц Садитесь Не опускайте подбородок, грудь высоко, пресс напряжен, плечи опущены Оттолкните рукояти от себя так, чтобы локти следовали за кистями А затем плавно верните рукояти назад, не заводя локти за плоскость корпуса Оттолкните рукояти от себя так, чтобы локти следовали за кистями по той же траектории И плавно вернитесь в начальное положение Повторите нужное количество раз Мы помним, что рукояти тренажера движутся независимо Поэтому существует несколько методик его использования Мы выполняли упражнения двумя руками одновременно Но, как я уже отмечал, мы можем использовать только одну руку Не опускайте подбородок, грудь высоко, пресс напряжен Оттолкните рукояти от себя так, чтобы локоть следовал за кистью Вы заметите, что ваше тело будет стараться сместиться под действием рукояти Поэтому вы должны будете включить в работу мышцы, отвечающие за вращение корпуса А именно косые мышцы живота, для того, чтобы стабилизировать корпус Мы также можем использовать две рукояти по очереди Благодаря этому происходит перенос нагрузки с косых мышц справа налево и обратно Не опускайте подбородок, грудь высоко, пресс напряжен Оттолкните рукояти от себя так, чтобы локоть следовал за кистью Плавно верните в начальное положение и выполните упражнение другой рукой По очереди правой и левой рукой Таким образом вы учите мышцы совмещать толкающее движение рукой с вращением корпуса Если, например, вы восстанавливаетесь после травмы, вы можете использовать неравномерную нагрузку Использование разного веса на правой и левой рукояти позволяет снизить нагрузку на одну из рук Вот некоторые часто встречающиеся ошибки при выполнении жима от груди В нижнем положении руки некоторые слишком далеко отводят руки назад Еще одна ошибка При выполнении упражнения одной рукой у некоторых людей все тело смещается в сторону Следите за тем, чтобы позвоночник был строго вертикален Стабилизировать положение тела вам помогает напряжение пресса Еще ошибка при использовании одной руки Тренирующиеся опускают локоть и приближают его к корпусу Это помогает стабилизировать положение тела на сиденье Следите за тем, чтобы локоть не опускался Мы хотим, чтобы стабилизацию тела производили именно мышцы стабилизатора живота Если вы хотите, чтобы ваша программа была сбалансированной Рекомендуем также включить в нее независимую грибную тягу сверху Спасибо за просмотр! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...